Добрый вечер, это Юлия Латынина. Я надеюсь, что... Да, есть я в прямом эфире или нет, но я надеюсь, что есть. И это Юлия Латынина и Алексей Арестович, и это Латынина ТВ. И я прошу вас не забывать подписываться на наш канал. Не забывать... Так, оно ждет или оно уже идет все-таки? Да, по-моему, оно идет. А я прошу вас не забывать подписываться на наш канал. Я прошу вас не забывать подписываться на канал Алексея Арестовича, ссылка на который в описании этого эфира. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. А зачем вы приписываете, что данный материал произведен иностранным агентом? Это обязательно? Я первый раз увидел заставку. Это первый раз заставка у вас есть в нашем эфире, потому что с 1 декабря начал действовать людоедский очередной закон. И, соответственно, это никак не меняет то, что я называю кровавых упырей кровавыми упырями. Но дело в том, что когда они выпишут мне штраф, то либо мне придется отвечать у меня заложники в России, либо мне придется просить людей, так сказать, пожалуйста, соберите у меня наш штраф, чтобы я перечислила его в российский бюджет, чтобы на этот день деньги воевали. Мне кажется, что вот это мне немножко комфортнее с наличием заложников делать так. Вот, ребята, вы хотите, чтобы я поставил эту заставочку? Вот я поставлю вам эту заставочку, а кровавыми упырями вы быть не приставите. Иностранных агентов не штрафуют, я так понял? А если они ставят эту заставочку, то нет. И я не плачу Российской Федерации на содержание российских войск. Если я ее ставлю, то они штрафуют. А если ставят, то я, извините, начинаю содержать российскую армию. Алексей, что у меня делать? А вот как вы скажете, так я и поступлю. Я никак не скажу, я просто поинтересовался. Вы решаете, что он делает. Окей, вот я решила пока так, а потом посмотрим. Алексей, обстановка на фронте. Обстановка на фронте. Понимаете, есть такой Марк Захарович Фейгин. Горячо любимый мною человек, у которого очень непростая задача. Ему каждый день, и у вас. Но когда с вами раз в неделю, но все то же самое. У меня ощущение, что вам тогда хочется, чтобы Курская дуга была ежедневной. Как бы, да, или Харьковская операция. Но так же же не бывает. Не бывает и не происходит сейчас. По той простой причине, что большие операции долго готовятся. Это редкое событие. А пока они готовятся, я не могу о них говорить. Потому что, во-первых, не знаю. Во-вторых, если бы знал, бы не сказал бы. Потому что это прямая государственная тайна. Причем под грифом абсолютно секрет. А вы мне все время хотите, чтобы я что-нибудь такое сказал. Но, увы, я их не могу. Что я могу? Я могу рассказать, что реально происходит в рамках сводок Генерального штаба Украины. И в рамках злых языков, которые болтают с противоположной стороны. О том, что происходит. В рамках двух этих весьма ограничивающих меня линий, мои рассказы, основные пироги пекутся сейчас на Донецком направлении. Это от Маринки до Бахмута и Солидара. И некоторые попытки сторон друг друга победить в Луганской области. Российская пытается наступать на Лиман. А наши, соответственно, зажимают с Ватова. По сообщениям российских источников. Потому что наши об этом ничего не говорили. Ну и кто кого. Пока особых сдвигов там не происходит. И то, что называется позиционные бои местного значения. Хотя усилия стороны предпринимают достаточно значительно. Российская страна так вообще исключительная по напрягу. Другое дело, что эти усилия не увенчиваются некоторым успехом. Они медленно продавливают, конечно, оборону своим традиционным методом. Десять пушек на одну и бесконечные волны людские там на конкретную позицию. Медленно продвигаются южнее Бахмута. И там чуть-чуть севернее тоже пытаются, чтобы перерезать трассы Бахмут-Константиновка на юге. И Славянск-Бахмут на север. Но мне кажется, что у них не получится. Можно ли считать начавшуюся по всему фронту артподготовку началом украинского наступления? Послушать стало, дожди кончились. На следующей неделе плюс девять у нас тут обещают. Наступление, которое рассчитано на сколько? На четыре дня. Артподготовку надо тогда проводить три часа, а потом побежали вперед. Очень быстро все нужно делать. Что-то мне кажется, что это преувеличение. Артподготовка. А что, мы много стреляем? Я слыхала от Романа Светана, что много стали стрелять. Не знаю. Хорошо. Тогда мы перейдем к ракетам, потому что в понедельник мы наблюдали совершенно удивительное. Маломощную войну ракет свыше 60-70 были сбиты. А потом на следующий день прилетают еще и шахеды, которые, по идее, должны были в первой волне идти насыщать ПВО. И вот у меня возникает вопрос, что это было? Потому что у меня лично впечатление, что просто было какое-то расписание всего этого дела. И в нем было написано, что шахеды должны лететь. И кто-то забыл нажать на кнопочку или там выпил, и они не полетели в первой волне. И вместо того, чтобы вовсе отменить запуск, кто-то сказал, ну ничего, мы запустим их на следующий день. Или это был бессильный гнев за Курской и Ангельской. Вот логика запуска слепых глухих шахедов на следующий день. Во-первых, они посылали эти шахеды, не первый раз посылают их во второй волне, после крылатых ракет. Во-вторых, как бы, ну ночь, тут же ночью пытались запускать. В-третьих, их посылали и отдельно от крылатых ракет, неоднократно, особенно по югу. Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Кривой Рог, Днепр. Так что это типовое применение, я, честно говоря, не вижу здесь никаких этих самых, никаких радикальных изменений. Может быть, какой-то элемент мести содержался, но обычно такие, за то, что произошло на Ангельсе и в Дягельве, но обычно такие вещи готовятся сильно деньков за 10. Поэтому вряд ли они спланировали месть за сутки и кого-то там куда-то послали. Ну, как смысл-то запускать то, что Нейскоп никуда, как я понимаю, особо не прилетел? Простите, а крылатые куда-то особо прилетают? Смысл их запускать? По полмиллиарда долларов на залп, который раз уже. Ладно, полмиллиарда, хотя это тоже важно. Это же ликвидация стратегического запаса Российской Федерации как такового. Ракеты – это стратегическое оружие, и они стремительно ликвидируют их. Тактика их применения стремительно ликвидируют со стратегической запасой, не достигая даже тактических целей. Это же полный форменный идиотизм. Это после этого применение шахедов, которое не очень эффективно. Ну, в принципе, это божий одуванчик на поляне. Как бы, да, он уже снявший голову по волосам не плачет. Вот они тут спалили, спаливают свечку стратегических запасов с двух сторон, а там какие-то шахеды. Такое. А вот, собственно, когда я разбиралась с тем, как запускаются эти ракеты по инфраструктуре, я, конечно, подозревала, что это не самое умное стратегическое решение. Но когда я поняла, что вот все это, что летит в Украину, ну, это около ста ракет обычно в залпе, и что это калибры с Черного моря и больше 30, там редко бывает, потому что просто, что называется, больше не может Российская Федерация, весь ее могучий флот, выплюнуть. И все остальное практически это то, что летит столько одной базы в Энгельсе, и это все стратегические бомбардировщики. И это все ракеты, которые летят по 2-5 тысяч километрах, как Х-555, как Х-101. Я не могу не повторить совершенно гениальную историю, которую я узнала, что, оказывается, они над Каспием пускают эти ракеты с Энгельса прилетают и над Каспием пускают, потому что часть этих ракет просто падает у них вниз, особенно если это старые Х-55 ядерные, в которых болванка вместо ядерной части. И, судя по всему, травят там тюлени. То есть вот я не знаю, как украинская энергетическая инфраструктура, но 2500 тюлений, судя по всему, пострадали. И вот эта картинка над Каспием стоит бомбардировщик, у него барабан, из этого барабана падают вниз ракеты, какая-то часть улетает. И я подумала, а вообще в чём был смысл? И сказал ли кто-то Путину, что он совершает... Ну, грубо говоря, конечно, это ужасно, что люди без света, что кто-то погиб, но я уверена, что в Пентагоне над этим просто ржут. Ну, Юль, это не последняя, не первая вещь идиотизм со стороны путинского режима. Как бы ваш покорный слуга с Фегиным, да и вам, по-моему, я говорил только, только они их начали пускать, что это совершеннейший идиотизм. Более того, я с наглой улыбкой выперся на трибуну 24-го числа и в первые дни, прекрасно зная, видя, как они применяют крылатые ракеты, я понял, что толку не будет. В этой войне крылатыми ракетами им не победить и даже не нанести сколько-нибудь серьёзного урона. Урона на земле, может быть, тогда было ещё непонятно, но каковы будут успехи. Но по крылатым ракетам, по способам их применения я сразу поношусь. Это удивительно, потому что удары крылатыми ракетами – это штука, которая разрабатывалась в Советском Союзе десятилетиями, тщательно, со всеми прочими. Но не смогли. Они воспоследовать предписанием этой самой школы, скажем так. Да и понятно, они же не Советский Союз, чтобы делать то, что такой удар – это комплексная история, её осуществлять. Это же не только бомбардировщики взлетели, ракеты запустили, это целое крупное, огромное мероприятие стратегического уровня, с работой разведки, со всем остальным. С подавлением ПВО, по идее, нужно делать. Вообще, аргументов у меня много, но давайте вот так. Один оставим, но зато он стоит остальных 18, как в анекдоте про Наполеона Бонапарта и его генерала. А кто вообще стреляет? А я не знаю анекдота. Не знаете? В 2014 году какой-то генерал сдал там крепость, Наполеон его вызвал, ругал, топал ногами. Какого хрена бы крепость сдали? Он говорит, Сир, у меня было 18 причин на это. Первый – у меня не было пороха. Он говорит, оставьте одну эту. Вернее, достаточно одну эту, и все остальные можете оставить при себе. У меня вопрос такой, чисто в воздух. А кто стреляет крылатыми ракетами, тихоходной хренью, которая летит по очень устойчивой траектории и маломаневренной, по неподавленному ПВО? Раз вопрос. Кто стреляет крылатыми ракетами по неподавленному ПВО, которые непрерывно совершенствуются? Для этих двух вопросов доставил. Вадим Владимирович, да. Я, ежели случится мне распоряжаться такими вещами в жизни, поставлю Владимиру Владимировичу золотой памятник метров в 50 и напишу создать объединителю украинской нации и строителю современной Украины. Потому что большего вклада в становление украинской государственности и украинской нации, чем Владимир Владимирович, трудно себе представить, раз. А во-вторых, он решает сразу две задачи. Он нас становит и Российскую Федерацию существенно ослабляет. А это вещи взаимозависимые. Взаимозависимые. Так уж распорядилась судьба. За что ему огромное спасибо. Так спалить боеспособность Российской Федерации вообще сколько-нибудь состоятельность в военном отношении и политическом, как Владимир Владимирович, это вот как бы, ну, я не знаю. На трижды Герой Украины он заработал, я думаю. Ну, я бы дал и пять. Я бы один. Я думаю, что Гаага... Не оценят? Награды его ждет в Гааге. Я думаю, что его банально отравят подчиненные, как бы, да, поэтому тут до Гааги никто не даст доехать, но тогда посмертно. Владимир Владимирович... А если отравят, то когда? Нам-то еще сколько мучатся? Кто его знает. Может до весны, может до лета. Я не думаю, что вы будете меньше мучиться, когда его последовательно, радостно прибегут к власти. Должна быть, по идее, короткая история какой-нибудь черных полковников. Потом, да, может быть, начнется либерализация, но сначала должна быть хунта, мне кажется, какая-то такая. ГКЧП. Другое дело, что он, как любой ГКЧП, может три дня просуществовать или две-три недели. Но по идее должен быть, по фазе. По логике. У меня тоже печальное ощущение, что первая итерация – это вот какие-нибудь Пригожины. Но, кстати, все-таки возвращаясь к этой инфраструктуре... А вы понимаете, зачем он Пригожина? Крутит Пригожина как фигуру. Вообще, вот понимаете? Политехнологически. Зачем ему Пригожин в таком виде? Я думаю, что Пригожин, как и Залужный, вот Залужный не спрашивается Америки, а Пригожина иногда не спрашивается Путина. Он, в случае, не крутит себя сам. Это Путин думает, что он вертит Пригожина? Это, конечно, да. Но зачем Путин вертит Пригожина, даже если он и не вертит, а думает, что вертит? Он показывает всем, вот вы считаете, что я плохой, вы хотите, чтобы был Пригожин после меня? Что после меня будет Пригожин? Лучше меня берегите. Особенно олигархам он показывает. Это же опричник, который вас будет раздевать. Он недаром начал старт с фразы, я олигархов должен служить. И он говорит, я ваша единственная гарантия, товарищи олигархи. Иначе будут вам головы сносить кувалдой в подвалах. А вы будете под паяльной лампой отписывать все вот таким вот Пригожином. Хотите? Нет? Держитесь меня. Он уже торгуется за жизнь. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович мне очень часто напоминает королеву Серсею, которая все время строила очень сложные планы, но в итоге оказывалась не шахматной фигурой, а пешкой на доске. А в этом смысле для того, чтобы строить какие-то сложные планы и кем-то манипулировать, ведь нужно иметь адекватную информацию. А Путин имеет адекватную информацию о том, что происходит? Тут большой вопрос. Но Путин точно виноват в ее оценке. Потому что какую бы ему информацию ни давали, окончательная оценка ее – это его персональная заслуга как главнокомандующего всей силовой машины Российской Федерации. Да и всей Российской Федерации, в том числе решение о начале войны, в том числе решение о проведении всех этих безумных операций, в том числе подтверждение плана войны, в том числе вот эти удары и так далее. Это все авторство Владимира Владимировича. Он автор этого всего. Поэтому на нем и вся вина. И для него самого, и для Гаги, и для всех нас. О планах Владимира Владимировича. Я думала, что я ничего безумнее истории про вырезанные глаза животных, которые присланы украинским послам, уже не увижу. Но тут мы сегодня услышали о том, что в Германии готовился переворот. Силами аж 25 человек. Я не знаю, вот как в случае Черногории переварили ли им деньги через Вестерн Юнион и указывали ли в качестве обратной связи обратного адреса штаб-квартиру Гайру. Но, Алексей, что вы услышали, что вы подумали, когда вы узнали об этом потрясающем событии? Ну, я сразу качнулся в область политического юнгианства. От бытового к политическому юнгианству. Дело в том, что даже фрейдизм я бы сказал. Дело в том, что Фрейд говорил, что если вы что-то подавляете в себе, оно резко регрессирует. Все ходит в подсознание, перестает вами контролировать, начинает тайно вами управлять, да еще в самом худшем, обиженном и непричесанном виде. Потому что оно регрессирует без внимания сознания. Ну, вот, напоминаю, что мы можем вспомнить то ли 2012 год, 2012, когда был в Берлине марш 90 тысяч военнослужащих бывшей Народной армии ГДР. И это так весьма многих впечатлило. Дело в том, что социум он устроен как коллективная личность. И если ты там подавляешь и не замечаешь, и не даешь высказаться, чем хороша свобода слова? Чтобы все говорили, все субличности говорили, даже самые маленькие. И тогда они начинают регрессировать, и их желание быть услышанным приобретает разнообразные формы, которые могут не понравиться. Начинает терроризм, красная бригада, не в Германии, мы же помним, правильно? Заканчивая там каким-то, пусть даже очень смешным, очень условным, но попыткой путча в современной Германии. Заметьте, что легенда гласит так, что это военнослужащие бывшей Народной армии ГДР плюс армии ФРГ, которые объединились, и на основании правых идей, идеи возрождения роли Германии и германского милитаризма, значит, там пытались свернуть правительство, которое уничтожало германскую военную и силовую машину. Это при том, что выкинули 100 миллиардов, объявили 100 миллиардов долларов, 100 миллиардов евро на Бундесвер, объявила Германия. Казалось бы, вот тебе возрождение машины, радуйся и так далее, но и здесь чего-то не понравилось. Не знаю, правда это или неправда, там же в легенде написано, что они обращались за помощью к России, и та отказала. Но, если это даже родилось в голове пяти больных пенсионеров, то это уже показывает, что определенные тенденции в обществе существуют, недовольства существуют, на то существуют крайне правые или ультраправые партии в Германии. И это лишний раз покажет, что современное общество, даже такое высокоразвитое, как немецкое, не умеет учитывать все интересы, все голоса и правильно говорить друг с другом, правильно коммуницировать. Ультраправые, если существуют, это не потому, что они сумасшедшие фанатики, а потому, что есть общественная тенденция, которая вливается в ультраправые взгляды. И чем жестче их, или ультралевые, чем жестче их репрессируют, тем жестче политика, которую они будут проводить, аж до терроризма, аж до попыток пуча. Как-то вот так. Говорить надо со всеми. со всеми по-разному. Ну, мы со всеми. Говорить надо со всеми. У нас тут подавление не работает. Значит, мы подходим к самому нелегкому разговору, который в школе выслушать всех, который я всегда избегала, потому что я никогда не рассказывала как правильно взаимодействовать сейчас русским с украинцами, потому что мне это казалось... И вот не ходила по минному полю по той простой причине, что мне казалось, что когда ты имам, или когда ты мусульманин, то после теракта в Батаклане как-то не к силу рассказывать о мирном исламе. Единственное, о чем можно рассказывать, это действительно о страшных последствиях теракта, обуча, Мариуполь и так далее. Вот не по своей воле я забритаю на это мирное минное поле, потому что Латвия отняла... Так, у нас еще и кошка тут начала кричать. Даша, сделайте что-нибудь с кошкой, но мы без этого... Галстук просто понял, что выслушать надо всех. И поняла буквально. Да, Латвия отозвала лицензию у телеканала «Дождь». И я сразу должна сделать дисклеймер, что никогда... Один раз, по-моему, я в жизни была до «Дожди». У нас разные стилистики, поэтому то, за что я хочу вступиться, я хочу вступиться за то, что во время этой страшной войны с союзником надо держаться вместе и надо бороться с настоящими врагами, а не с теми, кто говорит даже пусть вещи, которые частично кого-то не устраивают. Вот, с моей точки зрения, «Дождь» – это люди, которые борются против Путина, это люди, которые абсолютно против войны, причем против войны не в стиле Папы Франциска, типа, давайте жить дружно, а против войны в стиле «Нет, Россия абсолютно не права, Путин абсолютно не прав, давайте Россия должна вывести войска, Россия должна со всем этим покончить». И еще раз повторяю, мне всегда казалось, что россиянин, чувствующий ответственность за эту войну, должен говорить прежде всего о Буче, а не о том, что вот обижают телеканал «Дождь». И все те, кто обсуждает эти вопросы в Твиттере, им чаще всего просто нечего обсудить из того, что самое главное происходит на поле боя. И вот у меня вопрос, имеет ли смысл выяснять это отношение, имеет ли смысл мочить дождь, если дождь против войны, против Путина. Но да, многие его ведущие да, сочувствуют, будучи россиянами, темным, глухим, забитым мобиком, и несут за них ответственность, которую они все там принимают, а вот диванные за городотряды требуют от них однозначного осуждения и без оного называют фашистами. Вот, собственно, у меня ваш, вот этот главный вопрос к вам. Вот вы же сами в ФБ публикуете, среди офицеров аэродромов есть те, которые топят за Арестовича. Так как же они будут топить, если с ними не разговаривать, а как же с ними не разговаривать, если не входить в их злодеев положение? Ну, я как раз с ними разговариваю, потому что мой метод прост, как это, надо искать друзей среди врагов. Я же разведчик, разведчики ищут друзей среди врагов. Украинская нация это нация контрразведчиков, они ищут врагов среди друзей. И эту специфику надо очень четко понять. Вот, поэтому это раз. Во-вторых, ну тут же надо смотреть сразу тогда, если мы уже заговорили, контекстуально, широко. Вы понимаете, что в данной ситуации российское означает подозрительное по факту, по умолчанию для нас. Вот как российский канал. Все, сразу подается. Два слова, вызывающие крайнее подозрение. Российский, потому что российский, канал, потому что канал, потому что канал, потому что российское телевидение играет роль этих самых башево-мастругацких зомбирующих. Поэтому словосочетание российский канал, а во-вторых, мы не верим свободу прессы в России вообще никак. Даже не для каких СМИ, даже не для оппозиционных. Я вот передаю вам коллективное украинское мнение. Поэтому российский телеканал сразу, мы сразу подозреваем, что эти люди либо принимали участие на уйскивании тех, кто у нас насиловал и насиловал четырехлетних девочек, либо как бы жестко и однозначно не осудили. Или говорили, что не все так однозначно. Или еще что-то. Мы сразу насторожены. Теперь вопрос. Следующий момент. Телеканал «Дождь» осуждает Путина. А только ли в Путине дело? Мы же подозреваем Россию, Российскую Федерацию, что с Путина, что без Путина. Потому что имеем 400 лет прекрасного опыта взаимоотношения с ней. Только за последние сто лет голодоморы, несколько голодов, расстреляно возрождение украинское. Отпреды языка обратно и так далее. Война, подавление, 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 подавление. Еще в 87-м году уже при перестройке у нас убили Василия Стуса, Стуса, Мордовской колой. Поэтому мы в принципе очень осторожно смотрим на все эти вещи. А теперь представьте, что происходит такая оговорка, как «бедная мобилизована». Бедная мобилизована у нас считается однозначно. Телеканал «Дождь» хочет помочь тем, кто пришел сюда и уже находится здесь, нас убивать. Вот как мы должны читать это все. Иначе. Дальше мы смотрим, что происходит в связи со скандалом. Я не знаю подробностей, сейчас очень много фейков. Кто-то очень умный делает «Дождю прививки». Это оперативный термин. Грубо говоря, когда ты хочешь обеспечить себе алиби и приличь внимание, ты стреляешь сам себе в дверь, а потом говоришь, что неизвестные бандиты на тебя напали. Тебе сразу его сочувствуют. Вот когда опубликовали карту «Дождя», на которой очень многие в Украине повелось, вот этот фейковый постер, что он свободно Европе четыре с половиной месяца всего лишь вещал, а в Путинской России девнадцать с половиной, и там карта Крыма была, оказалось, что это фейк, говорят. Но я особо не разбирался, фейк не фейк, но вас переспрошу, может, вы знаете. А фейк ли эта карта, а во-вторых, фейк ли то, что они заявили латышским чиновникам, латвийским вернее, что вы должны с ними общаться на русском языке с телеканалом, а не писать ему на латвийском, которого они не понимают. Было такое? А у меня еще есть лучшая идея, а давайте позвоним сейчас, у нас есть такая возможность. Давайте. У нас почти рояль стоял в кустах, попробуем позвонить Наталье Синдеевой, и она ответит на этот вопрос. Она глава, я так понял, да, «Дождя»? Генеральный? Она хозяйка. Хозяйка, давайте. А она, она, нет, генеральный, если я не ошибаюсь, редактор Тихон Зятко, а Синдеева владелица телеканала «Дождь». Что-то надо, давайте. Все, Даша, попробуйте. Да, я знаю, что, и я напоминаю, я извиняюсь за то, что у нас что-то, я квакую в эфире. Как вы видите, я довольно сильно волнуюсь, потому что, еще раз, я прекрасно понимаю, что я хожу по минному полю, и я прекрасно понимаю, что на самом деле главным яблоком раздора является вопрос, можно ли сочувствовать мобилизованным. Я прекрасно понимаю, что для украинцев любые люди, которые мобилизованные, немобилизованные, контрактники, да, это синоним Бучи. Но если российское СМИ пытается говорить с этими мобилизантами и пытается отговорить их от того, чтобы воевать, то, Алексей, скажите, что оно им должно говорить. Отговорить, либо лучше их снарядить, как прозвучало вот у Алексея Коростылева. А вот еще интересный твит мне прислали, вот он. Значит, цитирую. Вчера весь ФБ был в этом... Ну, я процитирую. Вчера весь ФБ был в этом изюме. Мне кажется, что радоваться вообще неподходящая эмоция. Радоваться чему? Что убивают одних, а не других? Сама эмоция мне непонятна. Может, тогда стоило бы радоваться и ждать момента, пока Киев возьмут? Жертв точно было бы меньше. Вот взяли бы Киев за три дня, война бы закончилась вовсе. Короче говоря, мне непонятно это радоваться. Напоминаю, что это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Нас смотрит 38 тысяч человек. Я прошу прощения за то, что у меня есть некоторые проблемы со звуком. Ну, простите, вот у Даши сейчас не пять рук, а она пытается набрать Наталью Синдееву. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. Не забывайте подписываться также на канал Алексея Арестовича. Даша, как у нас там... Я создаю ссылку сейчас. Окей, пока Даша создает ссылку, я предлагаю, как ни странно, сменить тему, к которой мы вернемся и договорить о том, что случилось в Энгельсе и даже конкретно об одном детали, который меня очень интересует. Вот тот окурок, который взорвался в Энгельсе, он же поразил самолеты прицельно. И, собственно, и подрезанию тоже все было прицельно. И если, как говорят злые языки, этот окурок имел вид ту 141 стриж, то стриж же глупая машина. Это значит, что мозги у этого стрижа были полностью заменены. А если учесть, что Энгельс это единственный аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики, которые несут ядерные заряды, которые бьют по инфраструктуре Украины, то как же это получается? Вся российская ракетная мощь может быть выбита одним ударом по одному аэродрому? И где же было российское ПВО? Ну почему вся? Есть же триада. Есть там наземный компонент, есть мобильный компонент наземный, шахтный есть, морская. Не вся часть. Ну так, это жизнь такая тяжелая. Заметьте, что когда в Курске взорвался окурок и хранилище топлива возле аэродрома военного тоже взорвалось вчера, ПВО не сработало ни в одном, ни во втором, ни в третьем случае. Ни в Дягилево, ни в Ангельсе, ни в Подкурском. Оно и понятно, потому что ПВО расстреливает украинские города. Не до этого ему преимущественно. С-300, С-400 комплексы работают по наземным целям преимущественно. Очень много ПВО на фронте прикрывает наших ударов авиационных и ракетных. Ну и там, в глубине матушки России как-то не заладилось ПВО. При том, что всегда ПВО этим законно гордились, рассказывали, что оно на замке. С Руста начинает. Так, ПВО, учитывая, что Энгельс это то место, откуда взлетают, это что, несколько еще вот таких вот огорков и ничего просто не будет летать? Да кто его знает? Ну, во всяком случае, Российская Федерация не производит ни планеры, ни двигателей, ничего. То есть эти бомбардировщики – это конечный ресурс, невозобновляемый, что называется. Если они будут умирать, то, конечно, можно остаться и без стратегической авиации. Ну, так, как сказал Михаил Подоляк, незабвенный, земля, она круглая. Если ты пускаешь в одну сторону какие-то штуки, то они могут облететь землю и прилететь тебе обратно. Ну, вот, видимо, это и происходит. А, кстати говоря, уж, если говорить об ударах по инфраструктуре, то вот я заметила, что подводные лодки совсем не стреляют калибрами. А ничего российские подводные лодки боятся, не могут всплыть. Вот, конечно, грех жаловаться, но тем не менее. Я думаю, что запуски ракет имеют свою специфику, которую они не в состоянии сейчас реализовать по сумме технических каких-то причин. Возможно, я не специалист, возможно, калибры, которые с подводных лодок как-то специальным образом модифицируются, их производство сложнее. Невозможно без некоторых компонентов. Поэтому стреляют калибрами с подводных носителей пока еще. Так, я хочу спросить, Даша, как у нас там происходят дела? Значит, Юль, я отправила ссылку, я написала. Так. Но я боюсь, что она не видела. То есть, можете попробовать вызвести прямо сейчас ссылку, что у нее ссылка там есть на 20-е. А, так. Ежели... Синдей вам... Так. Ежели Наталья не успеет подключиться, я ей передам вопросы, пусть она на них ответит. Все она хочет. Хорошо. Тогда, насколько я понимаю, ну вот давайте мы сейчас... Хорошо. Продолжайте говорить то уж. Потому что, на самом деле, судьба дождя действительно сейчас висит на волоске. И, на мой взгляд, больше висит на волоске, чем судьба дождя. Висит вопрос взаимодействия, тем более объединения российских и украинских тех, кто сражается за свободу и за Украину и против Путина. И висит вопрос, да, кто будет союзниками, а кто будет врагами. И, извините, что я заикаюсь, потому что, вы видите, я утратила свой профессионализм, который у меня... Нет, мне на самом деле дело... Да, дело не только в дожде, дело в огромном количестве россиян, которые сейчас пребывают в унынии и шоке от того, что происходит. Они чувствуют свою огромную вину за то, что происходит. Но они не понимают, почему главным объектом травли стал дождь, а, условно говоря, не Путин, и тем более не ЗЭД-каналы. И я не понимаю, в том числе, как обращаться к тем людям, которые мобилизованы, чтобы побудить их сдаваться в плен и чтобы побудить их не воевать. А, соответственно, вот, извините за мои сбивчивые речи, потому что, еще раз повторяю, для меня сейчас на кону больше, чем передача, больше, чем телеканал «Дождь», мой канал и так далее. Для меня вопрос стратегии... Хорошо. Четыре вопроса всем сочувствующим россиянам, включая вас, для того, чтобы определить, а точно ли мы союзники. На статус союзника, на эссенциальный статус союзника, сущностный. Первое. Чей Крым? Можете сразу не отвечать. Второе. Чья Чечня и чей Татарстан? Крым украинский. Чья Чечня и Татарстан? Нет, одну секунду. Алексей, это нечестный вопрос. Ваш, я скажу, почему нечестный вопрос. Во-первых, мне совершенно все равно, чья Чечня, только там так присосалось, что не отлепишь. Это вопрос, на который ответ будет дан истории. И я напоминаю, что вообще-то эта война ведется за нерушимость границ 91-го года. И, соответственно, если те же самые Соединенные Штаты будут считать, что Россия распадется после победы Украины в этой войне, то есть большая вероятность того, что Соединенные Штаты не будут, будут меньше помогать Украине, боясь, что Россия распадется, и на ее территории начнется ядерная война. Я не призываю к распространению. Если вам честный ваш вопрос сейчас, почему я могу сказать? Предельно честный для украинцев. Для того, чтобы искать общие точки, вы начинаете искать, на чем можно разойтись. А разойтись можно всегда на чем-то. Разойтись можно даже на тупых концах и на острых концах. Но, я объясню, давайте я вам продам нашу точку зрения украинскую. В чем она заключается? Она заключается в том, что люди, которые в России отвечают, что Чечная, Татарстан, Бурятия, Калмыкия, МР2 и так далее, это нерушимая Российская Федерация, для нас имперцы. А от империи всегда будет исходить опасность, будь она путинская и не путинская. Мы считаем здесь, я не говорю, что я так считаю, у меня есть своя точка зрения, но большинство из нас считают здесь так, что Россия опасна для Украины и не только для Украины, для всех. То, что называется полневолонных народов, то есть народов, порабощенных народов, пока она в статусе империи, либеральная ли она, авторитарная ли она, тем более, что она переходит за 15 секунд из либерального в авторитарную. И четвертый вопрос, нужно ли ядерное разоружение России после этой войны и по результатам этой войны. С моей точки зрения, ядерное разоружение нужно, я только не знаю, кто Россию разоружит. Ну, нужно, вот уже хорошо. Моя личная точка зрения. Смотрите, Юля, я сделал это и для вас, потому что очень многие вас обвиняют. В ситуации, когда страна настолько страдает Версальским синдромом, в ситуации, когда страна, есть такая опасность прихода, рецидива Путина и есть такая опасность прихода всяких пригожных к власти, то самое лучшее, что может быть случиться с этой страной, так же, как и с Германией и с Японией, глубокое осознание тупика исторического, в котором она зашла, а и полное переосмысление себя как мирной страны, которая развивает экономику. Но если это мирная страна развивает экономику, надо вот, чтобы так же, как у Германии, у Японии не было другого варианта. Но, откровенно говоря, когда представить себе, чем дело кончится, я не думаю, что это может кончиться этим, по той простой причине, что Германия и Япония были завоеваны, а я не вижу, кто въедет на Абрамсе на Красную площадь. Вот, Юля, я сделал это для вас, потому что очень многие и вас обвиняют здесь в вещах таких, как у Дождя, и говорят, что все вы там либеральные имперцы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, все, кто сейчас посмотрел с нашей стороны, вот смотрите, Юля высказала свою точку зрения, точка зрения комплементарной нашей. У нас появилась еще одна градация в Украине для россиян. Мы делим их не только на хороших и плохих теперь, но и на полезных и неполезных. Это давлеет в общественном мнении у трезвых людей. И Дождь квалифицирован был недавно украинскими, некоторая частью украинских интеллектуалов, как плохие, полезные россияне. Вот в такой градации. Плохие, потому что имперцы, а полезные, потому что, пусть ли либеральные, а полезные, потому что хотят снять Путина. А это часть задач, которую мы хотим решить в отношении Российской Федерации. Только часть. Мне очень понравился ваш ответ на второй вопрос, когда вы сказали, что история либо воля людей будет определять, чья Чечня, как там, Бурятия, Калмыкия и так далее, и так далее, Бардва. И надо ли всем этим разным народом жить в одном государстве. Это будут решать эти народы. Но для украинцев это, мы, они же, мы же как мыслим, что в массе своей, что мы сами были таким народом, и наш выбор был однозначный. Поэтому мы крайне настороженно относимся ко всем СМИ, либеральным, нелиберальным, и так далее, и так далее. И это доходит до такой степени, что проще отказаться от союзников в лице России, нежели отделить их только на полезных и неполезных, временных попутчиков, нежели, скажем так, поверить им лишний раз. Подчеркиваю, это не моя точка зрения, я вам излагаю коллективную украинскую точку зрения. Большинство людей вообще сейчас отравлены рессентиментом и хотят только данного России, чтобы она исчезла и от всех русских. Но те, которые думают, мыслят, способны к стратегическому планированию, они мыслят так, что хорошие и плохие это не тот критерий, который надо использовать, полезные и не полезные, полезные до какой степени и на какой степени мы расходимся. Вот это доминирует в украинской интеллектуальной тусовке сейчас, я бы сказал. Те, которые способны мыслить, у нас таких, кстати, не очень много, к сожалению. У меня есть своя точка зрения, на этот счет отдельная, но она совпадает с вашей, сразу скажу. Демилитаризация, дегнуляризация, право народов на самоопределение они должны решить, и, безусловно, ликвидация путинского режима как главного насильника самой России. А вот давайте, уважаемая Наталья, я не смогла подключиться, но давайте проверим ее на эти четыре вопроса. Она может ответить где-то у себя в соцсетях, записать видео, если она хочет. И тогда нам все станет ясно про дождь. Украинцам станет ясно про дождь. Алексей, еще раз повторяю, мне кажется, это несколько нечестный подход, сейчас я вам объясню, почему. Потому что, когда люди ищут... Я на самом деле прекрасно понимаю главную причину всего происходящего. И главная причина всего происходящего, если честно, заключается в том, что, а, россияне не воюют в украинских войсках в большом количестве, не воюют против Путина, а те, кто во время войны не держат в руках оружие, извините, у них и права голоса нету, будем честно говорить. Вторая причина, и она как раз мне очень нравится, потому что первая причина мне не нравится, заключается в том, что Украина стала выигрывать, что еще несколько месяцев назад союзников надо было искать везде. А сейчас Украина на самом деле не нуждается в союзниках, она нуждается в лучшем случае в поставках оружия США, поставках оружия Европы. И та российская оппозиция, которая является вооруженным и ничего не может сделать, кроме как поговорить, ну, будем честно, она не является союзником. И все, что и остается, ну, и остается просить о милосердии. Но у меня есть куча слушателей моих и куча моих друзей, которые живут в Европе, которые, кстати, сейчас помогают украинским беженцам. Вот у меня есть приятница, которая, буквально мы два дня назад с ней это обсуждали, она говорит, Юля, я больше не могу смотреть на то, что происходит, я не могу смотреть на то, что происходит дождем. Она живет в Европе. Она за свои деньги содержит несколько украинских беженцев и так далее, и так далее. И вот, несмотря на это, что бы я ни делала, меня все равно будут, ко мне все равно будут относиться как к россиянке, хотя я точно так же являюсь, ну, да, не смогли мы свергнуть Путина. Ну, хорошо, огромное количество людей, огромное количество народов во всем мире не могло свергнуть хорошо вооруженных тиранов. И когда эти люди бегут от своих тиранов, их не встречают словами, ну, что же вы не голыми-то руками танки не завязали. Вот я не смогла свергнуть Путина. Да, подождите, с моей точки зрения, не вполне правомощно проводить параллели между частным лицом, помогающим беженцам и сочувствующим дожду, и телеканалом Дождь, который является средством массовой информации, проводит определенную информацию, но читайте идеологическую политику. Вот идеологическую составляющую этой политики хотели бы для себя уточнить украинцы. Может, мы готовы пригласить Дождь к себе, чтобы у нас работал, предоставить режим наилучшего благоприятствования. Только вопрос, только вопрос, нам бы хотелось бы понять, с кем же мы имеем дело. У нас ряд заявлений Дождя во время скандала и после скандала, и способы его позиционировали, вызвали ряд существенных подозрений, скажем так. Наталья может их развеять, и весь коллектив Дождя. Вполне. Вы говорите, что это нечестно, а что здесь нечестно? Мы же хотим понимать, ну как это... А с чем мы, как с явлением имеем дело? До какой степени мы можем с ним зайти? До какой степени мы попутчики? До какой степени мы можем опираться? А потом выяснится, что после победы условного Навального, который придет и сделает право либеральную Россию, разрешит парламентаризм партии, немедленно слетят западные санкции, он сделает в течение пяти лет, десяти лет Россию сильной. Чем это обернется сильной Россией для нас, мы прекрасно знаем. При абсолютном либерале Ельци они у нас начали первый раз отнимать Крым. 1993-1996 год. Московщина в Крыму. Прозападный Козырев. Страшно либеральный Ельцин. Сколько судите это, хотите столько берите. И так далее, и так далее. А при Александре Втором Освободителе, что у нас там было, я даже не берусь сейчас перечислить. Мы априори не доверяем Москве. И мы, как нация, которую убивают просто за то, что мы украинцы, никаких иных причин, мы не угрожали Российской Федерации. Никак. Ни отдельному гражданину, ни государству, ни обществу и так далее. Нас начали убивать просто за то, кто мы есть. Мы, как нация, которая убивает за то, кто она есть, хочет спросить у российского либерального телеканала, а кто вы есть, прежде чем мы с вами будем союзниками. Это же очень просто, это паритетно. А вы говорите, это нечестная игра. Это нечестная игра, я понимаю, почему, потому что мы существенным образом подставляем в дождь, заставляя его публично отвечать на такие вопросы. У них возникают многочисленные проблемы с их родственниками в России. У них возникают многочисленные проблемы с вещанием на часть российской аудитории, которая нейтрально или колеблется, и которую они хотели бы перетянуть. Тут даже относятся ответы политиков, включая самого Навального, про Крым, потому что, понятно, если бы он сказал, что Крым украинский, он мгновенно оттолкнул от себя кучу союзников, которые внутри России, сторонников, которые в тот момент ему были нужны для того, чтобы бороться с Путиным и так далее, и так далее. Но я хочу, чтобы вы поняли нас, как мы это все воспринимаем. Каждый такой ответ это голодомор, Буча. Буча, голодомор. Мы иначе это не воспринимаем. Я имею в виду массы, а не себя. Что касается меня, я прекрасно все это понимаю. Это видно по моим оговоркам и прямым высказываниям. Я прекрасно понимаю, что дождь в очень тяжелом и сложном положении. Я прекрасно понимаю, что информационная работа ведется в первую очередь за нейтральных и колеблющихся. На них она должна быть направлена. А с нейтральными и колеблющимися говорить приходится не черно-белыми вещами, потому что в противном случае ты их не перетянешь нифига. Там надо издалека заходить и медленно накапливать аргументы, медленно менять точку зрения, чего не понимают люди, которые отравлены рессентиментом. Даже если на законных правах отравлены. Я прекрасно понимаю, что, скажем так, любой имеет право голоса, они только держат оружие в руках. Но современная война, это прежде всего информационная война. Информация в верхний контур войны. Она старше и важнее, чем те, кто держат в руках оружие, как бы обидно им не звучало. Например, тем же бойцам легиона «Свобода России». Потому что, в конце концов, ход войны, наличие союзников, вооружения, поставок, санкций, зависит от информационной войны. А не от того, что там настреливают на поле боя. Ну, скажем так, от информационной больше, хотя на поле боя, конечно, безусловно, все решается. Точнее, зависимость тут хитрая. Давайте уже обозначим, если уже заговорили, что это касается дождя напрямую. Что если ты не выиграешь информационную войну, ты можешь не проиграть. Но если ты проиграешь информационную войну, ты проиграешь гарантированно. Поэтому это верхний контур любой войны, и они, как находящиеся на верхушке, должны четко сказать, с точки зрения украинцев, вы вообще за что воюете. Если дождь скажет, в тем или иных вариантах, что мы воюем за нейтральную или колеблющуюся массу в Российской Федерации, то украинцы не идиоты. Даже отравленный рессентиментом, мы все поймем, что это очень тонкая работа, и сразу бросаться лозунгами, которые написаны на знаменах правого сектора, наверное, не получится в России и не будет действовать. Но пусть они как-то дадут понять, пусть хоть подмигнут раза три. Но они же пока не хотят этого сделать, правильно? Их реакция на решение латвийских чиновников, она вообще как бы настораживает всех очень сильно, потому что за ней видят традиционный имперский тренд, как это называется, такой зверний. Как по-русски зверний? Сейчас посмотрим. В общем, пафосно претензованный, надменный, да, и так далее. Мол, великие русские журналисты диктуют мелким латышским чиновникам о том, как этот самый, как надо жить, быть, и так далее. И все это, имея 400 лет, как это, кровавейших ран, священных ран, я бы сказал, воспринимается в совершенно определенном конспекте. Вы поймите, Арестович такой умный, может быть, один, но может быть, еще парочку таких есть. А Украина думает немножко иначе. Ката, которая каждый день под бомбами сидит, каждый день получает похоронки с фронта и каждый день видит, ага, опять изнасиловали 11-летнюю девочку, вот радиозаписи переговоров расстреляли наших пленных, вот выкололи глаза пленным, вот там еще что-то, вот яйца отрезали, вот прочее, прочее. И когда Дождь говорит, ну подождите, наши же бедные мобилизованные замерзают, Арестович еще может понять, на кого и как они работают, а украинцы понять не могут. Не надо требовать от народа, который не выдерживает в массе своих испытаний, наложенных войной на психику, чтобы они понимали Дождь, к сожалению. Другое дело, что власти, они должны смотреть дальше, чем народ. Они должны заниматься стратегическим планированием, это то, к чему вы призываете. И я как раз чрезвычайно склонен к этому смотреть, испытывая, между прочим, соответствующее давление со стороны своего народа, потому что мне за разговоры с хорошими русскими, в том числе, с вами прилетают регулярно и постоянно. Мне, конечно, плевать на это глубоко, на прилеты, но тем не менее. Мы с вами в специфическом положении. В такой ситуации не плевать. Мы все знаем, что мы ходим по минному полю, что идет война, и я вообще считаю это абсолютным чудом, что в ситуации, когда идет такая война, и есть Буча, и есть Мариуполь, некоторые украинские общественные деятели продолжают разговаривать с некоторыми русскими журналистами. Я считаю, что во многих условиях это было бы невозможно, и я стараюсь, чтобы это было возможно, и Марк старается, чтобы это было возможно, и так далее. Так вот, есть люди, которые думают далеко и понимают, что с Путиным или без Путина Россия никуда не денется с наших границ. Никуда. И надо заниматься стратегическим планированием на 50, 70, 100 лет, и так далее. А есть люди, которые готовы задушить каждого русского сейчас, просто либерального, нелиберального и так далее. Задушить, сжать пальцы и никогда больше не отпускать. Так вот, давайте делать каждую свою работу. И позиционирование во время войны это очень сложная вещь. Я желаю Дождю, чтобы он сумел найти позиционирование. Но у меня возникает вопрос, а зачем Дождю оправдываться в глазах украинцев вдруг? Хоть делают свою работу, их оценят и украинцы, и все остальные, и свою историю. Они могут вещать на Ютубе, в конце концов, как большинство, как очень много каналов. Поэтому их оценят. Их оценят, все их поведение оценят. Я прекрасно понимаю, в какую игру играет Дождь. Да, и чем он занимается. Но я не вся Украина, к сожалению. И не вся Латвия. Поэтому желаю, Дождю, еще раз повторюсь, более точного позиционирования, если они чувствуют потребность позиционироваться не на российскую аудиторию, на украинскую, европейскую и так далее. А если нет, и они выполняют сверхзадачу для себя, то надо уже сжать зубы и выполнять эту сверхзадачу для колеблющихся в России. Тогда уже не обращать внимания на то, что говорят в Украине. Или меньше обращать внимания, и меньше на то, что говорят в Латвии. А оправдаться на все четыре стороны в условиях, когда над этим висит транспарант Буча, с которого стекает, кровавыми буквами написано, из которого стекает и капает кровь, ну, вряд ли удастся. Для этого надо быть человеком или группой очень высокого, тонкого таланта ходить между капель. Вот дождь, сможет ли дождь пройти между капель, вот центральный вопрос сегодняшнего вечера. Что бы вы сказали российским мобилизованным в такой ситуации? Значит, я могу сказать не только российским мобилизованным, но российским солдатам-офицерам в целом, даже кадровым. Хочу вам сказать очень важную вещь. Ребята, как военный военным вас обманули. Путин вытер ноги от честь русского офицера, от честь русского солдата. Он вас оглупил, он вас развратил, он сделал вас палачами мирных людей. И самое прискорбное в том, что это сделано во имя, играя на вашем чувстве, естественном чувстве всякого мужчину, защитить свою родину и даже посвятить жизнь такой профессии. Поэтому, когда вышли в армию, давали присягу, я думаю, вами руководили самое лучшее чувство, как и мной, защитить своих. В конце концов, родина для нас это наши жены, матери, дети, старики и так далее. Мой дед русский солдат. Мой дед русский солдат, разведчик, прошедший финскую, всю Великую Отечественную. В пехоте, в разведке, вообще непонятно, как уцелевший, с 17 до 20, и так далее. И так далее. Так вот, он был всегда для меня образец человека, человека чести. Из донских казаков выходец, как бы, он всегда очень высоко и правильно себя нес. Но я знаю, что русский солдат может быть таким, и русский офицер. Кого из вас сделали? Путин, Пригожин, Кадыров, Золотов, кто там у вас там есть? Все еще, все эти Соловьевы и так далее, и так далее. Они сделали из вас тех, от которых с ужасом отворачивается весь мир. Убийцы маньяков. Вы точно хотите, чтобы звание русского офицера, русского солдата соответствовало убийцу и маньяка? Звание убийцы и маньяка, чтобы от вас шарахался мир, и все учили своих детей и внуков, что это самое позорное и стыдное, что может быть в мире. Вот и все. Это каждый решает сам. Каждый решает сам. Вы не отговоритесь приказами и присягой, пуская ракеты по мирным украинским городам, убивая украинских детей. Не отговоритесь. Понимаете? Не на страшном суде, не на страшном суде совести, невозможно в Гаагском суде, невозможно, будучи либеральной России, это не будет отговоркой. Вас сделали подонками. И только вам решать, останетесь вы им или нет. Это касается мобилизованных и кадровых профессионалов, и резервистов, и всех на свете. Я всегда считал, что в людях, и считаю, что в людях добра больше, чем зла. И как бы путинская машина пропагандистская не разламывала бы мозги и совесть разных людей, я верю в русского офицера и солдата, по крайней мере, в часть из них, что они смогут опомниться и вспомнить, что они давали присягу защитить Россию, а не разрушить Россию и сделать ее пугалом для всего мира. И ваши сослуживцы в Легионе Свободы России, в Башкирской роте, которая у нас организовалась, во Втором Легионе, которая уже есть, они это прекрасно понимают. Они сражаются здесь не за Украину. Они прямо об этом говорят, и мы не заставляем их сражаться за Украину. Они сражаются здесь за Россию, за новую Россию, без Путина. Россия, от которой не будет стыдно, и Россия, которому можно гордиться. Чтобы вы не прятали глаза от своих детей и внуков. Когда будете ходить в школу на уроки мужества, рассказывать, что да, я пускал ракеты по украинским городам и убивал таких же детей, как вы. Часть из вас останется подонками, безусловно, потому что они давно уже атрофировали совесть и сделали это. Я обращаюсь к тем из вас, кто сохранил совесть. А таких тоже немало. И мы даже на этой войне их видим. Мужики, вы же мужчины, вы же офицеры и солдаты. Ну, вам не стыдно, что вот это чучело, этот Буратинка, этот КГБшный окурок, топчет вашу совесть по присягу. Я не знаю, что. Честь, мужество, волю и все остальное. Во имя кого? Вы продаете совесть дьяволу, душу дьяволу. Во имя чего? Речь не идет. На Россию никто не нападает. Речь не идет о защите Родины. Вы агрессор, вы нападаете, вы убиваете. Он присвоил 64-й бригаде, которая была в Буче, звание гвардейской. Он поощряет убийства. Расстрелы. 400. В могиле в Изюме только 18 взрослых мужчин. Из 4-х 58 остальные женщины, дети, старики. Вы хотите, чтобы это равнялось званию российского солдата-офицера? Не подумайте. Вы хотите еще что-то добавить? Не, не, не. Я говорю, что еще не все для вас потеряно. Ну что ж, Алексей, спасибо огромное за этот, я считаю, душераздирающий эфир. Потому что я могу честно сказать, что я надеюсь, что нам не придется возвращаться к обсуждению этих вопросов. Потому что эти вопросы только, да, они рвут рану, и они всегда увеличивают борозду вместо того, чтобы заглаживать ее. Для меня вся эта история была, конечно, как я уже сказала, абсолютно чудовищной. И всегда гораздо проще обсуждать все то, что происходит на Ленине фронта, и то, что происходит в голове у Путина, чем вот те гигантские исторические движения наций и умонастроения наций, которые, ну, которые как цунами начинают сносить некоторые даже самые благие намерения. Я по-прежнему буду руководствоваться знаменитой Максимой. Кто не против нас, тот с нами. Я даже не поленилась пойти прочесть оригинал. Напомню, что это Евангелие от Марка. И мне по-прежнему постараюсь искать то, что есть общего, а не то, что есть разного. Потому что я считаю, что все-таки у настоящей России и Украины есть сейчас один враг, это Путин. А есть одна боль, это Буча. А есть одна надежда на победу ВСУ над Путиным. Потому что ВСУ является единственной, единственной сильной оппозицией путинскому режиму. Я считаю, что все это нас должно объединять. Те вещи, которые, естественно, отличают Россию от Украины. Иногда далеко не в пользу России. Ну что же, их можно будет выяснить. А иногда, может быть, и не нужно будет выяснять после войны. В конце концов, вот у Украины и Польши тоже была не очень хорошая взаимная история. Но сейчас, как мы видим, просто никто про эту историю не вспоминает. И Польша делает для Украины то, что превосходит всякое человеческое вероятие. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо. И до следующего раза. И наши уважаемые зрители. Да, нас смотрело где-то 52 тысячи человек. Не забывайте подписываться, ширить. Ну, в общем, да. Я не уверена, что всем нашим слушателям понравилось то, о чем мы говорили. Потому что это было, господа, тяжело.